Впервые в трех городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – импровизационный баттл, театральная игра, которая объединяет российские театры. Такого Крым еще не видел в умении быть находчивыми и непредсказуемыми. Сражаются актеры Севастопольского театра имени Леначарского и Синкеропольского театра имени Горького. Этюды, экспромты и мини-спектакли разыгрываются актерами здесь и сейчас. Никакой подготовки и сценариев, только импровизация и свое воображение. Что это? Диск. Это тренажер такой, да, хорошо. Есть. Третий. Поехали, третий. Давай! Это надо! Так, Станк, что это? Лидианка, все верно, Лидианка, да. Для участия в региональном баттле два театра отобрали по пять лучших своих актеров. В соревнованиях парные и групповые этюды, беспредметный раунд, игра без слов с помощью пантомимы и только предлагаемые обстоятельства. В актерской импровизации, кроме заготовленных ведущим заданием, разыгрывают и ситуации от зрителей. Этот проект родился в стенах Московского театра на Юго-Западе в 2016 году. А уже в 2018-м стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов «Творческие инициативы молодежи». Актер обязательно должен уметь импровизировать, должен быть живым. Но от этого и люди в театр входят, потому что им нужна живая интонация, живая эмоция, живая атмосфера. А вот эта игра, мне кажется, дает повод еще раз убедиться в том, что, наверное, 90% успеха актера – это умение быть живым на сцене здесь и сейчас. Мы вас любим! И так! Импровизация привлекает актеров неожиданностью и профессиональной раскрепощенностью. Такие поединки – отличная тренировка актерского мастерства и шанс проявить все свои театральные возможности. Это действительно очень полезно для актера, я считаю. Даже актеры у нас разные, кто молодые участвуют. У нас, наверное, более команда молодая. С театра Луначарского ребята постарше играют немного. Но все равно для всех я вижу это просто, когда первая у нас репетиция, а-а-а-а, а потом, ну, это действительно тренаж, классный тренаж. Импровизационный батл – это не борьба, амбиции и не стремление стать первым. Это команда и партнерство, призыв к дружбе между актерами всех театров и творческое взаимодействие артистов и зрителей. На вопрос, в чем же успех хорошей игры, актеры театра имени Луначарского отвечают дружно всей командой. В легкости, в расслабленности, раскрепощенности какой-то, отдачи, энергетики правильной, в чувстве юмора, в оригинальности какой-то. Очень много факторов, на самом деле. Это что-то новое для нас, отличная игра актеров, отлично они справляются. Очень интересный сам смысл этого батла, и вообще это нужно продолжать и делать более масштабным таким проектом. Это очень круто. Наши актеры Севастопольского театра молодцы, мы за них болеем, это было очень весело. Раунд региональных игр завершился победой театра имени Луначарского, но на федеральном этапе команды театров соперников объединятся в одну по три человека и представят Крым и Севастополь. Вместе с нашей командой на столичную сцену выйдут сборные команды Москвы и Санкт-Петербурга. Финальная игра пройдет в столице 24 декабря на исторической сцене музыкального театра «Геликон-Опера». Виктория Дульсова, Андрей Глушенко, информационный канал Севастополя.